В Малокарачаевском районе в Центральной поликлинике созданы все условия для того, чтобы больные коронавирусами или те, у кого есть симптомы ковид, могли пройти обследование, не контактируя с другими людьми. Между сотрудниками распределены конкретные обязанности и данная система успешно работает. Подробнее расскажет Аслан Гирюгов. Работа амбулаторного звена разделена на несколько потоков. Для людей, у которых есть симптомы острых респираторных заболеваний, существует отдельный вход. Предусмотрены кабинеты как для температурящих, так и для людей с подозрением на коронавирус. В этих кабинетах люди сдают все необходимые анализы, начиная от мазков, заканчивая назначением на компьютерную томографию, что позволяет избежать контакта этих людей с другими пациентами. Все больные ковид-19 изолированы и разделены по мере сложности болезни. Есть руководитель центра, кулцентра, который за все отвечает, за дистанционное назначение. Бригады выезжают, осматривают пациентов, сбрасывают информацию сюда в центр и соответствующие назначения получают уже по телефону. Есть отдельный кабинет для температурящих. Как и во всей республике, в Малокарачаевском районе заметен прирост заболевших. Поэтому сейчас важно как никогда уделить внимание всем мерам предосторожности. Очень много людей не только с коронавирусом, они обращаются в общем с симптомами, ну, некоторых не подтверждается, но, к сожалению, есть много случаев подтвержденных. Фиксируется стабильное поступление больных и поток у нас не прекращается. Как бы сказать так, что уже пошел на спад в нашем районе коронавирус, это мы пока не можем. Участковый врач-терапевт Асяд Кубанова призывает при первых же симптомах сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Сейчас в интернете многие люди распространяют информацию о тех или иных препаратах. Применение их без указания врача может быть опасным. Лекарство может вызвать аллергию или же привыкание, что в будущем может осложнить лечение. Пока больной доходит до нас, он уже переделал все препараты, не оставляя выбора для врача. Поэтому хочу сказать, что препараты для лечения коронавирусной инфекции подбираются индивидуально. С учетом возраста, пола, клинических проявлений и сопутствующих заболеваний. Препарат, который лечит одного, может совсем не помочь другому. Врачи обращаются ко всем жителям республики с просьбой ответственно отнестись к болезни и избегать общественных мест. Принимать все меры предосторожности, строго соблюдать гигиену. Носить маски и перенести все семейные праздники на более благоприятное время. Аслан Гирюков, Роберт Жабутонов, Вести, Карачаево, Тюркесия, Малокарачаевский район.